Поставим свои представления о журналистике и о журналистике. В родине форума «Коммуникационный лидер» открыл мэтр журналистики, ведущий специалист в сфере масс-медиа, президент Европейской ассоциации журналистского образования Ника Дрок. Он уже во второй раз приезжает в ЮРГУ, и в этом году темой его выступления стала «Что должен знать и уметь журналист в 21 веке?». Конечно, основные навыки, которые востребованы у журналистов, остаются такими же, какими и были много лет назад. То есть требования к качеству информации, поиск правдивой информации. Вообще, точность журналиста – это востребованный и сейчас, но слегка требуются изменения к современным знаниям журналистов. Сегодня журналист должен заботиться о качестве источников информации. Он должен находить их. Журналист должен стремиться к глубине и качеству изложения своих материалов. Он должен постоянно находить что-то новое и интересное, прежде всего для аудитории. И в каждой новости желательно, чтобы он писал не только свое мнение, а делал новость такой, которая будет интересна всем. Аудитория была полностью заполнена. Лекция была интересна всем – школьникам, студентам и преподавателям. Во время своего выступления Нико Дрог сделал главный вывод, что в современном мире, чтобы журналистика процветала, сами журналисты должны уделять особое внимание аналитике и исследованиям. Ну, во-первых, хочется отметить, что спикер очень интересный, Нико Дрог, так как он приехал из зарубежья. Самая запоминающаяся для меня была, наверное, тема новостей, так как я сама веду новости на радио в Магнитогорске. Очень печально было слушать, что они скоро будут платными. Но все-таки надеемся, что этого не произойдет. И, в общем, я получила достаточно такую емкую информацию о том, как создавать правильные новости, как не делать фейковых новостей, где брать информацию. Он дал такой правильный, как я считаю, совет по поводу того, что нужно создавать очень аргументированные, правильные и верные новости. И мне понравилось то, что Нико Дрог отметил, несмотря на то, что интернет уже вытесняет традиционные СМИ, нужно, чтобы традиционные СМИ оставались, так сказать, на одной волне с интернетом, нужно писать не только какие-то повседневные и всем известные вещи, но и углубляться в новость как-то по-своему. В заключении мастер-класса Нико Дрог ответил на все вопросы, которые интересовали аудиторию. А в ответ ему подарили символичный презент – игрушечного жирафа.